Здравствуйте, товарищи! Я Вероника, и сегодня я хочу поговорить о поддержке искусства за 300 рублей и меценатах с Авито. Я сейчас в стадии активного изучения площадок для продвижения собственного творчества в плане продажи картин, и моя мама мне скинула видео, где девушка рассказывает, что она приобретает картины на Авито, и мама скинула это с точки зрения, вот, посмотри, может быть, тебе на Авито что-то выкладывать, потому что действительно популярная торговая площадка, ну, вообще, Авито, оно как-то на слуху, поэтому почему бы и нет? Я посмотрела это видео, и, собственно говоря, сейчас хочу снять реакцию, посмотреть этот шедевр еще раз и снять реакцию, обсудить с вами, потому что меня просто разбирает. Пожалуйста, проверьте, что вы подписаны на мой канал, скоро у нас будет 2000, я понимаю, что до Нового года, наверное, это невозможно, но, как всегда, хочется к празднику, красивую дату, поэтому, если вы мне в этом поможете, я буду так рада, и будет такой прекрасный Новый год, спасибо. Ну, конечно, лайк этому ролику прямо сейчас поставьте, а то потом забудете, я по себе знаю, что потом точно забудете. Итак, ведущая канала после просмотра одного видео мне в целом понравилась, довольно приятная девушка, но за остальной контент я, так сказать, не ручаюсь, канал Дом быта, делаю бесплатную рекламу. Итак, давайте посмотрим. Я действительно считаю себя коллекционером. Практически все картины в моем доме — это масло, мне нравится. Когда я впервые смотрела этот видос, на моменте, когда она показывает работы в своих, как бы, запасниках, я такая, о, это очень похоже на то, что мы рисовали в универе, такие небольшие живописные эскизы перед тем, как начинать большую живописную работу. И действительно она потом скажет, что многие картины она выкупает у студентов-художников. На Авида продается очень много студенческих работ, этюды, наброски, эскизы. Продают для того, чтобы, ну, хоть как-то покрыть свои расходы. Какой-то прям супер художественной ценности эти картины не представляют, но эстетическое удовольствие абсолютно точно доставляет. Сразу много вопросов и так мало ответов. Начнем с того, что, наверное, если бы я знала об этом лайфхаке, когда сама была студенткой, что можно действительно этюды, эскизы, наброски, просто которых действительно копятся горы, у меня до сих пор после нескольких волн чисток, у меня все равно много студенческих работ, ну, уже которые я считаю классными, я их оставляю, но их довольно много. А представьте, сколько их было до того, как я свою пинокотеку, так сказать, разгребла. С одной стороны, я вспоминаю себя в студенческое время, лично у меня никак не получалось совмещать учебу с работой. Но, как известно, деньги лишними никогда не бывают, особенно когда ты студент. И, в принципе, продать то, что тебе не нужно, а кто-то за это готов заплатить хоть те же 300 рублей, пересчитывая это на количество работ, которых мы производили, получалась бы, ну так, неплохая стипендия. Кстати, стипендий у нас как раз-таки не было. Была, но ее было крайне сложно получить, практически невозможно, и она была типа 356 рублей в месяц. В общем, стипендий не было. Получить какой-то небольшой заработок от того, чем ты занимаешься, ты в это вложил труды, время, и все равно собираешься выкидывать. Почему бы с этого не получить деньги, если кто-то готов за это заплатить? С одной стороны, да. Но, с другой стороны, в момент, когда ты продаешь свое творчество, ты начинаешь зарабатывать как художник, как творец. И для меня принципиально важно качество работ, которые я продаю. Потому что даже относительно недавно мы этот вопрос ставили на обсуждение с моим мужем, когда я в очередной раз собиралась что-то выкидывать. Он говорит, да ну, это же классная работа, то есть, например, ему нравится. А я, как профессионал, вижу, что, ну, здесь, может быть, не особо интересная композиция, или как-то неудачно с колоритом сложилась, или с тоном какая-то беда. Ну, в общем, я понимаю с профессиональной точки зрения, что не хочу это продавать, потому что мне это не нравится. И это вопрос моей творческой репутации, что ты не можешь за это стопроцентно поручиться, вот. Честно говоря, я, короче, над этим размышляла, 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 но я так и не пришла к однозначному выводу, что, с одной стороны, ну, наверное, это вот принципиальный вопрос, на что ты готов ради денег? Сколько ты стоишь? Сколько стоит твоя творческая совесть? Наверное, в каких-то экстремальных ситуациях крайней нужды, ну, уж тут что делать? Можно, ладно, закрыв глаза, зажмурившись, дайте мне мои 30 серебряников за этот портачный этюд, но когда в этом крайней необходимости нет, мне кажется, лучше таким не заниматься. Я вот и говорю сейчас именно с точки зрения художников. В поисковом запросе я ставлю картина маслом, этюд, эскиз, академическая живопись, набросок, и сразу ставлю ранжирование по цене от 50 до 300 рублей. Если по... От 50? Я забыла это, я смотрела этот видос где-то месяц назад. От 50 рублей. Знаете, что... Знаете, что стоит 50 рублей в художественном магазине? Подышать в художественном магазине стоит 50 рублей. О-о-о-о, 50 рублей, что? Мне кажется, столько стоит пустой лист плотной бумаги А4. Да, где-то так. Я в шоке. Нет, не то чтобы 300 рублей, это какие-то гигантские теньки, но она ставит реально порог от 50, то есть... Ой, у меня аж дыхание перехватило. То есть кто-то выставляет свои работы за 50 рублей. Тем более она ставит фильтр на масляную живопись. Масло это вообще один из самых дорогих материалов. Мне кажется, у меня голова заболела. Так, что-то я слишком переживаю. Ладно, смотрим дальше. Я видела, например, какую-нибудь понравившуюся мне картину, например, вот эту картину Новосадюка, и искала художников, которые мне смогут написать копию. Потому что купить оригинал, ну, для меня это дорого, а вот получать удовольствие от того, что такая картина висит у меня в доме, мне хотелось. Это тема номер два или три, которая меня возмутила в этом видео. К сожалению, не знакома с этой фамилией Новосадюк, если я правильно произношу. Я не знаю этого художника, но я погуглила, пособирала про него информацию, и если я все правильно нагуглила, это наш современник, и он жив сейчас. И в тот момент, когда эта девушка отказывается от покупки оригинала, не потому что оригинал уже, например, выкуплен кем-то или еще что-то, а просто потому что она не хочет тратить деньги на это искусство, я вспоминаю начало видео, когда она говорит, что она поддерживает современных художников. И у меня просто разрыв парадигмы, я не знаю, не сращивается у меня, в общем, эти два факта никак. Я вот даже, наверное, попробую поискать и найти. Давайте прямо сейчас попробуем, сейчас, чтобы говорить предметно, так сказать. Живопись Новосадюк. Вообще, вообще, что? 50 на 30, обнаженная фигура, ну действительно симпатичная живопись. 30 тысяч рублей. Ребята, это не запредельная цена, ну серьезно, это не запредельная цена. Ух, как меня бомбит, не люблю это слово. Что-нибудь вот интерьерное, пожалуйста, цветочки, кошечки. 60, ну ладно, 60 уже многовато. Но, блин, можно найти то, что в целом доступно. Ну, серьезно. Если тебе прям очень нравится картина, художник жив, и тебе нравится его творчество, 30 тысяч рублей, ну, блин, накопи, пооткладывай. Это, знаете, это как говорить, ой, знаете, мне так нравится Adidas. Прям вот моя любимая спортивная марка одежды. И пойти на рынок и купить китайские штаны с надписью Abibas. И сказать, да, я фанат бренда Adidas. Я вот вообще его так люблю и его ношу постоянно. Я не говорю, что копии как явления это что-то злобное, недопустимое. Нет. Если эти работы находятся в музейном собрании, я думаю, при всем желании ни один человек мира не может купить себе ту же Монолизу или Мишек в Сосновом Бару, или как там правильно это называется, Утро в Сосновом Бару. Это все понятно. И в таком случае это даже похвально, когда человек не хочет просто себе сделать репродукцию, да, там распечатать, даже на холсте, а он обращается к художнику, чтобы ему сделали копию. Это, понимаете, в этом случае это некий уровень уважения. Банальный пример. Недавно в Телеграме или, в общем, в какой-то соцсети Юрий Норштейн, это автор мультфильма «Ежик в тумане», выложил объявление о продаже маленького вот такого набросочка, просто бумажка, просто карандашик, где он нарисовал легендарного ежика с этим узелком. И стоило это 100 тысяч рублей. И я понимаю, что это недорого. И я бы это купила, но у меня просто нет лишних 100 тысяч рублей. Это адекватно, и я бы даже сказала, несколько скромно. То есть он не наглеет. Несмотря на свое имя, несмотря на свой вклад в искусство, и вообще. И на фоне вот этой вот идеи на изготовление копий достаточно известных картин дорогих художников, у меня в Инстаграме разгорелся даже такой ожесточенный спор на предмет того, этично это или неэтично, копировать других художников. Напишите, что вы об этом думаете, при условии, что картины я, естественно, копирую для личного пользования. Так еще бы ты копировала их для коммерческого использования на выставке бы с ними делала. Это уже статья. Авторские права, все такое. Нет, очень классно. Она с таким воодушевлением говорит о своей любви к живописи. Очевидно, что ей нравится искусство. Но, блин, сам посыл. Я поддерживаю художников, покупая их работы за 300 рублей и не покупая у живых художников, которые мне нравятся, их работы, а просто копируя их. Что вы думаете по поводу искусства в доме? Что вы думаете по поводу покупки картин за 300 рублей на авито у молодых художников? По поводу искусства в доме я только за. Но 300 рублей на авито у молодых художников — это унижение, это обесценивание, вселение неуверенности в своих силах. Потому что потом, когда ты заканчиваешь 4 года училища или 5-6 лет университета художественного, ты не понимаешь, а почему, собственно говоря, то, что ты нарисовал вчера, продаешь за 300 рублей, а то, что ты нарисовал сегодня, ты вдруг должен продавать за 30 тысяч. Или даже за 3 тысячи. И это большая проблема на самом деле. Ну, все, с кем я из своих друзей обсуждала, все мои друзья-художники, даже очень крутые, действительно, даже из топовых вузов Москвы художественных, из академий художественных, все проходят через этот этап, когда тебе нужно перешагнуть и внушить, и понять, что твое искусство, твои работы, они ценные, за них можно и нужно ставить хорошую цену. Не 300 рублей и не 3 тысячи рублей. Является ли это демпингом и обесцениванием их труда? Однозначно. И, кстати, да, вот я забыла сказать, демпингом это также является, потому что есть большой пласт покупателей, которые не смогут понять, почему они должны купить какую-то более дорогую работу, когда есть, на их взгляд, не хуже, но значительно дешевле. И таким образом вы не только издеваетесь над молодыми мастерами, так еще и не даете зарабатывать на искусстве, на своей жизни, на своем творчестве. В общем, взрослым мастерам не даете зарабатывать уже тоже. Это просто зло в чистом виде. Зло в чистом виде. Я с вами прощаюсь. До свидания. Давайте посмотрим, что пишут в комментариях. А так, знаете, одним глазком заглянула, и у меня, честно говоря, отлегло, потому что, наверное, кстати, наверное, туда набежали тоже художники или какие-то творческие люди, которые... Да, сложность быть творческим человеком еще в том, что когда ты сам вынужден быть и маркетологом, и СММщиком, и рекламным агентом, и, собственно говоря, творцом, и пиарщиком, и просто все это, как это осваивать? Никто этому не учит. Ты научился рисовать, и все. Просто с этим умением ты не проживешь в современном мире, к сожалению, когда ты вот сам с собой работаешь. Больно очень. Так вот, что же пишет народ в комментариях? Покупателю, конечно, шоколадно, а художник перебивается с хлеба на воду с такими ценами. Вопрос ко всем. Вы свой труд цените? Почему не цените чужой? Да! На барикады! Покупая картину за такую цену, не забудьте прикинуть в уме, сколько стоит холст на подрамнике. Краски, кисти, растворители, разбавители. И прикиньте, сколько в итоге стоит работа художника. Ну, здесь не указано, но еще и хорошо бы прикинуть количество часов, которые художник на это потратил. Тогда вы сами поймете, поддержите ли вы молодых художников. Вопрос риторический. Сложность быть художником в современном мире еще в том, что тебе приходится конкурировать с огромным количеством других средств передачи визуального контента, как это сказать. Мы вынуждены конкурировать с фотоаппаратами, с принтерами, с нейросетями, чтобы, понимаете. Очень много восторженных комментариев, что да, классно, картины в доме, но дело в том, что люди, которые вдохновились этим видео, они точно так же пойдут искать дешевые картины. И вы можете мне сказать, Вероника, но этих же художников никто там с дулом к стенке не представляет, и говорит, ну-ка, отдавай мне свою работу за 300 рублей. Это их выбор. Да, но они молодые и глупые. Зачем ты ребенка от розетки оттаскиваешь? Это его выбор. Засунуть туда гвоздь. Короче, очень сложно. Я надеюсь на активную дискуссию в наших комментариях. Напоминаю вам, что мои работы вы пока что можете смотреть в запрещенном на территории Российской Федерации Инстаграме. Там же вы можете выбрать что-то для себя из моего творчества, и мои работы станут частью вашего интерьера. Цены в 30 тысяч у меня пока что нет, так что ловите момент. Все, и на этом буду заканчивать. Я хочу вам сказать большое спасибо, что вы досмотрите видео до конца, и то, что вы со мной, для меня это очень важно и приятно. Жду вас в комментариях, и до встречи в новых видео. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова